Приоритет 2030. Что нового? Нужно проанализировать те новые вызовы, которые стоят перед нами. Посмотреть, что, наверное, в нашем законе на сегодняшний день несовершенство. И, возможно, мы придем к инициативе, что нужен новый закон об образовании. В Казани объявлена воздушная тревога. Как в анекдоте про неловливого Джона. Все думают, что мы же никому не нужны, поэтому нас и нет. Никто не ловит. Всем привет! В эфире Универт Ньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. Состоялось заседание Государственного Совета Республики Татарстан, где обсудили реализацию программы «Приоритет 2030». Какие вопросы были рассмотрены и что отметил в своем докладе Ленар Сафин, расскажет Аделина Абдрахманова. Состоялось заседание Государственного Совета Республики Татарстан. Провел заседание председатель Государственного Совета Республики Фарид Мухамедшин. От лица Казанского Федерального Университета выступил ректор Ленар Сафин с докладом о реализации в КФУ программы «Приоритет 2030». В начале своего доклада Ленар Сафин рассказал о том, что в Казанском Федеральном Университете открыт проект «Цифровые кафедры», который направлен на получение цифровых компетенций в области создания алгоритмов и разработки программ для студентов профильных и непрофильных направлений. Важно отметить, что помимо теоретических знаний, которые студенты получат во время обучения, для ребят предусмотрена практика по всем программам в крупных компаниях-партнерах. В прошлом году в рамках подготовки и переподготовки кадров для республики мы существенно нарастили контингент обучающих в области здравоохранения инфокоммуционных технологий. Благодаря федеральному проекту «Цифровая кафедра» 2300 студентов не IT-профиля, а осваивают продвинутые цифровые технологии. Далее ректор Казанского Федерального Университета рассказал о проекте «Передовые инженерные школы», инициированный Миноборнауке Российской Федерации. Школа базируется на территории Набережно-Челнинского института Казанского Федерального Университета. Проект представляет из себя целый студенческий кампус с современной и технологической инфраструктурой. Его главной задачей является производство программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработка зеленых технологий машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Мы начали заниматься вопросами промышленного дизайна. Был создан новый профильный институт. Здесь у студентов формируются навыки проектирования, моделирования, конструирования. Благодаря поддержке республики, а также нашего индустриального партнера, компанией КАМАЗ, в Набережно-Челнах формируется передовая инженерная школа. В сфере интернационализации наиболее важным достижением КФУ за отчетный период стало открытие филиала на территории Республики Узбекистан в Джизаке. Целью создания филиала является подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан, обладающих глубокими фундаментальными и научно-практическими знаниями на основе современных образовательных программ Казанского федерального университета и отвечающих международным стандартам. Мы смогли запустить данный проект. Сегодня там уже обучается 360 студентов. 10 февраля текущего года наш филиал посетил президент Узбекистана Шавкат Мирамонович Мирзиевев и дал положительную оценку его деятельности. Было решено несколько важных вопросов по дальнейшему развитию филиала. Не оставили без внимания недавнее вручение премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Ирику Мухмадинову, научному сотруднику Казанского федерального университета. Его проект катализаторов нефти отметился как один из актуальных на нефтяном рынке. Университетом разработаны газогидратные технологии хранения и транспортировки природного газа, которые на порядок дешевле СПГ. В этой связи не случайно нашего молодого ученого Ирика Мухаммадинова, который получил премию президента Российской Федерации и был отмечен как молодой ученый за разработку катализатора для повышения нефтеотдачи пластов. После доклада прошла вопросно-ответная сессия, где Ленар Сафин ответил на интересующие вопросы гостей заседания. Так, первой темой обсуждения стала новая система высшего образования в стране, которую вчера в своем послании к Федеральному Совету анонсировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Как на ваш взгляд, нужен ли новый закон об образовании с учетом вчерашнего выступления нашего президента Владимира Путина? Нужно проанализировать те новые вызовы, которые стоят перед нами, посмотреть, что, наверное, в нашем законе на сегодняшний день несовершенство, и, возможно, мы придем к инициативе, что нужен новый закон об образовании. Также на заседании поднялся вопрос, касающийся научного движения в стенах Казанского университета и за его пределами. Вот я вспоминаю, как свою комсомольскую работу, и там у нас были соревнования среди вузов по деятельности научных кружков среди студентов. Как эта работа? Вы думаете над этим, чтобы активизировать эту деятельность среди студенства именно через создание научных кружков? В каждом институте есть по 10-15 кружков научных, и они занимаются разными тематиками, то есть разной проблематикой. Это действительно вот в Униксе, весь Уникс был у нас, в общем-то, наполнен этими решениями. Иногда очень интересные решения, и у ребят есть уже и стартапы. Поэтому я приму эту информацию к сведению, и на Совете ректоров, я думаю, на ближайшем, мы этот вопрос поднимем. Думаю, что межвузовское, в общем-то, такое, скажем так, соревнование кружков, я думаю, нам не помешает. Это точно. Спасибо. Отметим, что получателями социальной части гранта программы «Приоритет-2030» стали 46 университетов из 22 субъектов всех федеральных округов страны. Адрина Абдрахманова, Универниус. Утро некоторых россиян, в том числе и казанцев, началось с радиооповещения об угрозе ракетного удара. Кто запустил ложную тревогу, выяснял наш корреспондент. Сигнал воздушной тревоги минувшим утром прозвучал из радиоприемников жителей некоторых российских городов. Казань, Уфа, Саратов, Белгород, Новоуральск и Московская область. Оповещение было запущено на волнах «Авторадио», «Юмор-ФМ», «Газпром-Медиа» и «Камеди-радио». По предварительной оценке специалистов, воздействие, вероятнее всего, было оказано на ретространство. Трансляторы и радиостанции. Несанкционированный доступ к ним мог быть получен с помощью совершенно разных способов. Подбора паролей, социальной инженерии, методы, которые используют, к примеру, телефонные мошенники, либо через уязвимость в программном обеспечении. Как в анекдоте про неуловимого Джо, все думали, что мы же никому не нужны, поэтому нас и никто не ловит. И деньги на это не выделялось. То есть думали, ну зачем, кому мы нужны, зачем нас ломать. А информационная безопасность, она очень дорогая. Она всегда была дорогой, а сейчас особенно дорогая. И специалистам нужны, и железам нужны, и программное обеспечение соответствующее. Поэтому, к сожалению, не во всех организациях это на должном уровне. Стоит отметить, что любая информация о той же воздушной тревоге может быть ложной, даже если она прозвучала на волне радиостанций, которым вы доверяете. Напомним, что самая оперативная информация в случае реальной угрозы появится на официальных ресурсах Главного управления МЧС по Республике Татарстан, в том числе в Телеграм-канале. Маргарита Михайлова, Фаридзе Хитаглы, Универньюс. Для большинства людей еда – нечто большее, чем просто способ утоления голода. Мы прибегаем к ней, чтобы почувствовать вкус жизни и отвлечься от эмоциональных переживаний, которые иногда имеют сложный и затяжной характер. Что такое переедание на фоне стресса и как с ним бороться? Разбиралась наш корреспондент Карина Саяхова. Эмоциональное переедание – одно из самых распространенных расстройств пищевого поведения. В отличие от обычного переедания при застольях, эпизоды эмоционального часто повторяются и становятся привычными. Желание поесть – естественная реакция на эмоции, она есть у каждого. Но вместе с тем есть еще и стресс, который заставляет нас есть больше и чаще. Всегда еда должна быть, как и естественная физиологическая потребность в удовлетворении энергии, строительного материала. Но и есть такой момент удовольствия. Но удовольствие формирует пищевые привычки. Поэтому нельзя заедать эмоции. Надо решать вопросы эмоций другими путями. В отличие от вредных продуктов и веществ, эмоциональное переедание не всегда распознается и не считается проблемой, пока последствия не становятся очевидными. Поводом для желания съесть что-то вредное становится любая ситуация, в которой некомфортно. Тягостное ожидание решения важного вопроса, ссора с другом или подготовка к серьезному мероприятию. При этом причины переедания могут быть как психологическими, так и физическими. Если вы подвержены эмоциям, то работать надо именно с ними, потому что еда не поможет решить проблему. Все факторы поведенческие, все, что связано с поведением, с отношением к еде, это, конечно, вопросы не только диетотерапии, это вопросы и работы с психологом в том числе. Но и, конечно, работа со своей стрессоустойчивостью, работа с тем, чтобы решить вопрос, в чем вот этот фактор стресса, что я могу сделать для организма, чтобы организм не находился в состоянии эмоционального стресса. Полезно обсудить проблему с грамотными специалистами, проработав негативные чувства и найдя решение эмоциональных проблем. Не менее важно обратиться к диетологу и терапевту. Иногда причина неправильного питания кроется в неумении составлять рацион с учетом индивидуальных потребностей. Существует определенный алгоритм работы для выяснения причин стрессового переедания. Если не получается решить это совместно с диетологом, мы отправляем его к психологу на когнитивно-поведенческую терапию, либо на какую-то медикаментозную коррекцию. Все зависит от того, на каком уровне стресса он находится, для того, чтобы помочь ему решить эти вопросы. Несмотря на то, что заниматься самолечением не советуют, предпринять попытки отвлечения от чрезмерного потребления еды все же можно. Хорошо помогает физическая активность или просто прогулка на свежем воздухе. Естественный способ успокоиться – само массаж. Новый интерес на хобби и даже жевательная резинка без сахара. Головной мозг приходит в активное состояние, которое снизит аппетит. С полной версией интервью можете ознакомиться в программе «Фокус на человека» на телеканале «Универ ТВ». Карина Саяхова, Александр Кузнецов, «Универ Ньюс». На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok